Недалеко от полигона ТБО Сафонова расположено мусульманское кладбище. Родственники умерших недовольны близкому расположению бытовых отходов с захоронением их близких. Этот вопрос поднимался неоднократно. Наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. На эту территорию свозят строительный лом, оставшийся от сноса ветхих зданий. Здесь организована площадка по переработке твёрдых бытовых отходов. Дробилка размельчает бетонные плиты, получившимся щебнем засыпается территории. Вместе с отсыпным бруствером высота забора составит 8 метров. Родственникам усопших теперь будет не о чем беспокоиться. Ограждение столь внушительных размеров скроет от глаза неприятную картину свалки. А территория, засыпанная переработанным бетоном, перестанет источать неприятные запахи. «Насколько я знаю, это первая и единственная площадка на территории нашего Раменского района. И да, необходимость в ней есть, присутствует. То есть, рано или поздно все здания, свой лимит исчерпывается. То есть, необходим снос. И чтобы это не выбрасывать на полигон ТБО, идет во вторичную переработку». «Это нормальная форма работы. Таких предприятий много. На сегодняшний день они собираются, в том числе, как они рассказали, закупить дополнительно соответствующее оборудование. И все технологические процессы, я просто их уже вообще видел, они... Вы знаете, есть места в области, на которых я в том числе был. Если не сказать, что там это делают, то и в жизни не догадаешься. Поэтому я вижу, что здесь люди идут тем же курсом. Видел, какая у них техника, какое планируется оборудование. Поэтому у меня есть твердое убеждение, что все будет нормально». К началу августа работы должны быть завершены. Члены выездного совещания приняли решение приехать сюда еще раз через две недели и оценить проделанные работы. Ирина Зинченко и Михаил Лебедев для программы «Городские вести».